всем привет бери бани у аппарата приехал я с инспекцией район дербышек красота погода летняя у нас сегодня наконец-то вот хозяин андрей вызвал нас в гости денег мы не берем за консультации андрей добрый день рассказывайте когда построили баньку ноябре прошлого года до из-за цилиндровки смотрю долго строили месяц сделали в общем андрей вызвал у него начались небольшие пока проблемы пока потому что он очень-очень вовремя успел это очень хорошо давайте значит что первое бросается в глаза цоколя нет из кирпича подняли бетоном ну ладно бог с ним подняли но там на двойную гидроизоляцию делать обязательно и блин вот теплоемкость кирпича гораздо выше бетон капиллярный материал более холодный и он получается теплым бревном бревно более пористо он вот эта граница от холодного даже руку приложить холодно на бревно поставлю она гораздо немножко теплее и вот получается что тут образуется . росы она стоит именно в бревне то есть это тоже нехорошо ну ладно тут кого еще послужит если бревно хорошо обработано и с двойной гидроизоляцией отливы вот здесь вот плотно сделан отлив с этой стороны здесь и карнизная часть сразу видно он там карниз закрывает а вот фронтона я увидел что отлив вот он он плохо загерметизирован и как я уже говорил вот это заводские отливы они гнут все в эту сторону ну потому что во первых так удобно его прикрутил на саморезы и все и сюда герметиком заделал мы делаем наоборот нам вот специально жестянчик гнет вот эти отливы в обратную сторону не как завода и мы загоняем туда в паз бревно пилим значит штробим ну мы тысячу раз показывали это в роликах посмотрите штробим и туда ссовом герметим значит что вот посмотрите для вентиляции вот у нас сделаны продухи полу вот для пола вот труба очень маленькая руку ставлю отсюда уже дует то есть вентиляция она вентилируется но объем маленький для парной ой для ком-то отдыха вот здесь вот это парная мойка совмещенные вот здесь вообще продухов нет ни с той ни с этой стороны то есть парной мойки вообще никак не вентилируется это тоже не есть хорошо ну и пойдемте внутрь собственно для чего и приехали значит узнаете уже там он лежит красота ли он вата вся полностью лежит высунутая сейчас посмотрим зачем это было сделано в общем вот полы как большинство людей делают вот эти полы им год получается до лаги лаги начали гнить они были все абсолютно сырые смотрите значит как был пирог сделан сюда сейчас постелена была пленка дышка из эспанда потом наложен утеплитель потом опять пленка и уже сразу без всяких винтозоров продухи остались вон там снизу я еще не уверен как там пленка правильно правильно было лежала но это не не главное вот посмотрите бревна чернеет стали понизу полностью вот здесь вот здесь вот они полностью чернее здесь на из забетонированы там нет возможности посмотреть вот именно под бревнами но я думаю что так как они там не дышат и с этой стороны дыхания не было соответственно там тоже все на черном нету никакой абсолютно вентиляции кроме окошка под полком все сухо потому что тут у окошка посмотрите щелки небольшие вот это все надо будет заделывать здесь ставить обязательно басту противоположный угол опускать полу чтоб все это вытягивало тянуло знаете мои рекомендации вот по парной здесь надо обустраивать ведь этот полностью заливной пол и продукта куда делать по сути его уже не сделаешь его надо либо сюда удалбливать как-то врезать либо в дерево видели короба делаем деревянные просто коробка из досок и с вагон этой фанеркой с двух сторон вот то есть вентиляция по полу нужно чтобы залпового проветривания было чтобы полностью полностью все выветривалось что полы сырые не стояли потолок значит у нас обшит вагонкой здесь посмотрите я сразу там нигде не забраться ну вот здесь вот сразу видно вот здесь вот фольга вентозор там сделан с напуском фольга но пар выходил сбоку выходил и по всему бревну он там вот так смотрите по всему бревну она стоит уже синего цвета именно где вместо гуляния пара скопление его вот там синий там плохо выветривалась то есть там никакой вентиляции наверху то нет чердак утепленный пойдемте смотреть чердак вот семьи говорят почему я делаю опилками утепляю по старинке опилки глина известь нафига говорят а я говорю я баню сразу гарантии снимаю если человек убирает мин вату мин вату это синтетический материал он не обладает капиллярной активностью он не распределяет влагу по всей площади и медленно и отдает у него нету такого свойства как бы не рекламировали вам мин ваты вот очень главная проблема в чем сейчас попросил андрея вскрыть обязательно пирог чтобы мы могли увидеть чтоб я им показал вот там у нас опять тоже петруха как и внизу то есть пленка мин вата пленка и зашито как дышать утеплителю как ему проветриваться уже вопрос 2 никак не выветриваться обязательный утеплитель надо менять убирать вот эту пленку обязательно убирать чтобы влага пар выходил оставлять вент зазоры за полом и чтобы она дата выветрилась выходила либо бака либо еще куда-то за за стропила вот здесь вот утеплена но под ними там место есть вот туда винт зазор должен был под них уходить и уже выкидываться с чердака на через крышу просто что еще хотел показать давайте нож вот здесь вот тут уже не жалко релочь я просто так делаю отрежу здесь я рвал вот здесь тоже отрежу не жалко я не жалею вот сразу же вот сюда берем вот посмотрите опа вон туда вот видите как блестит вот смотрите вот тут тут сейчас я не знаю можно грибы выращивать вот посмотрите тут реально тут все вон она как все вот баня на гарантии не на гарантии не знают говорят на гарантии вот пусть плотники приезжают и переводит адресу и сам туда руку посылу почувствуешь вот сюда вода вода тут вода вот вскрыли вот только что при вас не капиллярный материал плюс он закупоренный пару некуда деваться парнем копится она как губка копит посмотрите еще как сделано обернута стропила вот этой пленкой а ну здесь не обернуты кстати здесь сразу примыкает он и даже можно увидеть у ее кубка пусыра вообще капец еще вода на потолке давайте вот смотрите там еще вода гривы или мы вот сейчас вот попробую включить это просто ну сырая просто стоит полностью и здесь скажем петруха по всему полу абсолютно так лага никуда не девается соответственно полы разбирать засыпать нормальный утеплитель который натуральный имеет капиллярную активность любые сейчас полно натуральных утеплителей даже продают до керамзитом можно засыпать и то пар пропускает пар должен пропускаться не оставаться здесь я бы здесь вместо usb посоветовал сделать деревянную доску прямо там пусть небольшие щелки будут но через дерево она хоть дышит пар хоть выходит и обязательно не досыпал бы утеплитель где-то сантиметра два и вот здесь получится эти сантиметра два был бы вент зазорчик который выходил бы под скаты крыши туда вот здесь это мансарда соответственно за стенкой там у тебя маленький кусочек холодного и вот туда и с фронтонов бы сделал продукт обязательно продукт надо делать вот это обязательно на разбирать а потом фотки прикреплю другой бани там тоже фотографировал в бугульме там тоже сделано было по этому типу через три года просто выкинули выкинули стропила выкинули под стропильные балки там из труб пострадал в общем вот это все демонтировать разбирать снимать с полами значит что мой совет с полами пойдемте что там я вам скажу сделать сейчас сейчас спустимся значит чтобы меньше влаги если хочется все-таки теплый пол чтобы меньше влаги попадал до под утеплитель первым делом это про духе увеличить то есть в диаметре их увеличить обязательно под полом вот по пространству и землю землю ты просто пленкой застели уровне землю граблями да и обычной полиэтиленовой пленкой садоводческой вот этой да чтобы вода влага от земли которая тоже идет она тоже не попадала под пол присыпь землей песком чем такими со стороны и обычной пленкой тогда влаги уже бог меньше оттуда попадать гораздо меньше и продуть под пол будет гораздо легче вот это пространство здесь доски надо немножко почаще сделать почаще сюда поселить обычную бумагу пергамин строительный картон от холодильников может есть у тебя старые вот эти все обычная бумага видите вот эти они не дышали бревна не дышали воздуха им не попадала там сырость стояла и воздуха не было здесь можно засыпать конечно эковатой тоже как вариант она продается готовыми тоже на основе бумаги там это переработка но там уже в составе и бром от мышей там или бар я неправильно не химик плохо разбирать ну добавки там добавлены вот можно она дышит обязательно оставить тоже тут ивент зазор для дыхания полы шпунтовка подойдет вполне то есть он доска на микро щели это все там будут выдыхаться и там не будут стоять вот и вот этот пар должен который будет выходить здесь более большое количество пара работ впитываться в капиллярный утеплитель капиллярный утеплитель вот его распределять по всей своей плоскости и медленно давать а так как там у нас сухо под полом еще и будут продухи работать там вот сухо вся влага оттуда будет просто выбиваться соответственно тут бумага обычная бумага здесь тоже продается пергамент можно его тоже бумагу сверху стельте потом бумагу можете можете даже ничего не стиль то есть надо пара не пара пропускаем они мембраны никакие эти мембраны все это я вам сразу говорю говно на них сейчас отзывы идут вот эти микрокапилляры всех этих мембранах они через пять лет пылью заседают заедаются и потом уже у них активность вот это как они дышат они уже не так сильно дышат люди там мембраны мембраны мы грешка против всяких мембран и так далее используют только гидроизоляцию он на крыше на стропилах чтобы дождь гольез чтобы с крыши конденсат стекал по гидроизоляции и все максимум дальше нигде ничего не наделать вот такие на продукте делать и вентиляции в общем вот такое видео длинное давайте понравилось видео ставим лайки подписывайтесь на группу вконтакте не делайте ошибок чужих своих учитесь на чужих вот так правильно давайте всем пока